Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на наш сегодняшний медиа-комментарий. Уже в течение более трёх недель выданный Донецким народным сопротивлением бортовой самописец, обрушившийся в Восточной Украине малазийского пассажирского самолёта, находится в руках интернациональных экспертов. Хотя этот, принадлежащий к самым главным доказательствам прибор записи, не повреждён, а также, очевидно, не был манипулирован впоследствии, общественность до сих пор не получила никаких результатов исследований. Это не только странно, но со временем уже и очень подозрительно, ибо тем самым всё больше становится ясно, что точные причины падения МН-17 очевидно не должны быть расследованы, а завуалированы. Также и на 10 критических вопросов со стороны российского правительства о несуразностях авиационной катастрофы, которые вы можете найти в нашей передаче «Клягимаур ТВ» о 23 июля, от Запада, а именно от правительства США, до сего дня не поступило никакого ответа. Сам факт, что ничего не слышно, позволяет предположить, что бортовой самописец подтверждает именно то, что тем временем же считается самым вероятным, а именно, что он сбит выстрелом с украинского боевого самолёта. Возможно, что на записи слышны наполненные страхом призывы о помощи экипажа из пилотной кабины. Может быть, их смертные крики. Если эксперты и высшие круги правительства всё-таки молчат, то время внести свет в вопрос с другой стороны. Кто или что действительно в ответе за крушение МН-17 и смерть 300 мирных жителей? Здесь некоторые общие сведения, о которых в официальном освещении событий до сих пор в значительной степени умалчивалось. Исследовательская команда Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ установила, что части корпуса МН-17 усыпаны отверстиями, которые могут происходить только от выстрелов автоматического оружия большого калибра. Украинский боевой самолёт Су-25 имеет подобную бортовую скорострельную пушку. Типичные повреждения были установлены малазийскими экспертами по безопасности полёта. Попадания снарядов в кабину пилота, которые можно точно опознать на обломках машины, очень вероятно будут слышны и на бортовом самописце. Исследовательская команда ОБСЕ в свою очередь не нашла никаких доказательств тому, что машина была сбита зенитной ракетой, запущенной с земли, как это утверждал Белый дом в своём официальном заявлении. Но что могло заставить пилотов украинского боевого самолёта действительно последовать безумному приказу сбить иностранную пассажирскую машину? По словам русского телеканала «Раша Тодей», который ссылается на русское информационное агентство «Интерфакс», нападение на МН-17 предназначалось вообще-то для правительственного самолёта Владимира Путина. Русский президент находился 17 июля в обратном полёте со встречи страны БРИКС, Бразилии. И около 17 часов, то есть за 20 минут до падения малазийской машины, пересёк линию маршрута МН-17 на высоте 10 тысяч тонн метров вблизи Варшавы. Так как правительственный самолёт Путина имеет очень похожую форму и лакировку в цветах, белый, синий, красный, как и малазийская авиалиния, выполняющие пилоты украинского истребителя, возможно, получили приказ сбить малазийскую пассажирскую машину, одновременно принимая её за правительственную машину Путина. Но почему удар настигает опять именно маленькую малазийскую авиалинию, имеющую всего несколько крупногабаритных самолётов? Одно из решений малазийского суда 2012 года заставляет обратить на себя внимание. Согласно ему, были заочно осуждены бывший британский премьер-министр Тони Блэр и бывший президент США Джордж Буш как военные преступники, начавшие на основании фальшивых доказательств военные действия против Ирака в 2003 году. Военный трибунал в Куала-Лумпур был создан по инициативе прежнего министр-президента Малайзии. В том же 2013 году тот же трибунал осудил Буша и семь личностей из его правительства за преступления против человечности, после того, как высокопоставленные чиновники ООН подтвердили свидетельские высказывания бывших пленных в Ираке и Гуантанамо. Малайзия, между прочим, не один раз себя плохо вела по отношению к верхушке западного блока власти США. И с введением собственной, обеспеченной благородным металлом и независимой от доллара валюты в 2010 году она уже оказала неповиновение основным правилам игры западной финансовой элиты. Конечно же, эта справочная информация в конечном счете не доказательство, но все же важное указание на то, что при крушении МН-17 и при странном исчезновении МН-370 еще в марте 2014 года вполне вероятно, что речь идет не о случайности, а, скорее всего, о целенаправленной, спланированной реакции и устрашении. Если в течение нескольких месяцев пострадала та же самая государственная авиакомпания «Мэлэзи Эйр», то, безусловно, необходимы точнейшие исследования всех причин. Прежде всего, нужно было бы провести немедленную и исчерпывающую расшифровку бортового самописца под наблюдением независимых международных экспертов. Так как это, однако, не происходит, крушение МН-17, Боинг-777, 17.07, вскоре после 17 часов 17 минут остается до сегодняшнего дня трагической катастрофой, которую СМИ и дальше используют для того, чтобы приписать ее так называемым пророссийским сепаратистам и, в конечном итоге, Владимиру Путину и выставить их в качестве явной угрозы. Поэтому, пожалуйста, помогайте выявлять истинных поджигателей войны, отдающих террористические приказы, распространяя эту передачу дальше. Большое спасибо за ваше внимание и живое участие в происходящем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!